Отлично. Хорошо выглядите, Илья Ефимович? Спасибо, Артур Георгиевич. Мы как будем вести? На «вы» или на «ты»? Слушай, ну, мы уже минут 15 друг друга знаем. Я думаю, что можно и на «ты». Хорошо, отлично. Ну что, дорогой Илья, позволь, я тебя представлю. Я хочу представить моего замечательного друга, коллегу Илья Ефимович Лаевский, заместитель руководителя системы «Роскачество». И сегодня я, конечно же, с большой радостью, во-первых, вижу тебя, дорогой мой, потому что мы все на карантине и давно не виделись. С другой стороны, мы постоянно в работе, у нас постоянно идет общение по поводу будущего винного гида «Роскачество-2020». Работа не переставала, мы ее все равно, мы делаем очень много для того, чтобы как можно быстрее, когда закончится, пошли мы вперед. Поэтому я буду задавать тебе некоторые вопросы. В свою очередь, наши подписчики тоже к нам, которые присоединяются, могут задавать вопросы вам. И, соответственно, я со своей стороны, ну, как у нас уже по традиции так получилось, что за лучший вопрос, который будет задан Илье Ефимовичу, я подарю с удовольствием свой авторский винный гид. Ну, а Илья Ефимович, если что-то придумает со своей стороны, то я думаю, что тоже было бы очень-очень хорошо. А с нас винный гид «Роскачество». Вот, и представляете, винный гид «Роскачество» вы получите за самый лучший вопрос. Илья Ефимович, ты будешь непосредственно сам выбирать того, кто задаст очень правильные вопросы. Ну, начнем для начала. Во-первых, как поживаешь, как твои дела, как проходит карантин, и где ты находишься, ездишь на работу и так далее. Слушай, спасибо большое, во-первых, за приглашение. Поживаю я отлично. У нас примерно удвоился объем работы в связи с самоизоляцией. Мы стараемся все беречь всех наших коллег-сотрудников и стараемся все работать удаленно, без особой надобности. Не ездить в офис, не появляться там, чтобы не подвергать себя риску. Но это хорошее время для того, чтобы нам чуть-чуть поправить наше позиционирование, чуть-чуть фокусироваться на важных вопросах, которые волнуют людей. Мы об этом много разговариваем, мы делаем много интересной работы, мы много новых тем открываем и публикуем, а также смотрим на себя с чуть-чуть... Как сказать, у нас есть возможность приподняться и посмотреть на себя с какой-то высоты. Поэтому я, наверное, еще два слова расскажу о Роскачестве тем, кто, может быть, еще не знает, хотя мало таких, наверное, есть. Роскачество – это национальный институт качества. Этим, более-менее, должно быть все сказано. Но, как мы поняли, этого не совсем достаточно, поэтому мы эти вещи расшифровываем и рассказываем чуть более подробно. 30 апреля, то есть буквально неделю назад, нам исполнилось 5 лет. Это большая дата, а пятерка вообще сакраментальная вещь. За это время мы успели сделать очень многое и провести огромное количество исследований, серьезно повлиять на рынок, исследовать более 100, точнее более 140 уже категорий товаров и начали, приступили к исследованию услуг. Если исследование товаров мы делаем, называется, в законченном цикле, то есть мы проводим исследования, а потом к категории возвращаемся через несколько лет, то вино для Роскачества – это отдельная категория. Но сейчас об этом поговорим. С нашей точки зрения, качество состоит из трех частей. Состоит из качества товаров, качества услуг и качества процессов, то есть качества управления, как управляют люди тем, как они создают товары и услуги. Поэтому мы работаем во всех этих трех направлениях. И сейчас у нас есть еще концепция того, что называется центром компетенции, то есть специальные центры компетенции по различным индустриям, как горизонтальные – это центр компетенции качества товаров, так и вертикальные. Вот Виногид России и Департамент винодельческой продукции Роскачества – это как раз та самая вертикальная компетенция Роскачества, которую мы активно развиваем. Мы в этом году начали еще одну такую же вертикальную компетенцию – это органическая и зеленая продукция, и всевозможные товары для здорового образа жизни. Это тоже будет очень интересно, и я думаю, это будет не менее зажигательнее, чем Вин. Тем не менее, к Вину мы подходим следующим образом. Мы не делаем это отдельным исследованием, а мы делаем это в формате постоянного мониторинга. Мы начали, как мы помним, в 2018 году. Первый Виногид России вышел в начале 2019-го, второй – в начале 2020-го, и сейчас мы как раз готовимся и делаем очень много работы и собираем, пересобираем, собираем, улучшаем процесс для того, чтобы Виногид России 2020-го года был еще больше, лучше, интереснее, информативней. И, естественно, большое спасибо тебе, Артур, и коллегам за то, что вы активно принимаете в этом участие. Вы делаете большую, очень серьезную работу в этом направлении. Достаточно сказать, что в прошлом году мы удвоили количество виноделина, количество исследованных образцов. Мы не собираемся на этом останавливаться, а собираемся идти вперед для того, чтобы действительно стать центром компетенции по вину в России и таким, как ты знаешь, моя мечта – стать национальным институтом вина, когда мы являемся, по сути, таким же институтом, который есть во всех винодельческих странах. И эти институты занимаются маркетингом, продвижением вина на внутреннем и внешних рынках. И практика показывает, что даже традиционно не очень винодельческие страны все равно с помощью такого института вина, во-первых, серьезно повышают качество товара на внутреннем рынке, во-вторых, делают огромные успехи в экспорте на разные новые рынки. И вот мы хотим идти в эту сторону. Такой краткий ответ. Прежде чем мы будем говорить более подробно о российском винном гиде, я хотел уточнить. Я так понимаю, что все структуры, которые на сегодняшний день есть, они пересматривают свою работу, где-то сокращают, где-то меняют. Роскачество в этом случае со своим персоналом, который работает, люди по-прежнему так же. Никто же не потеряет работу и так далее. То есть мы говорим о том, что Роскачество очень активно борется за свой персонал. Вот хотелось бы более-менее подробно, то, что люди задают вопросы, а как вот в Роскачестве, а как чего? Поэтому вот хотел бы от тебя это услышать. Ну, в связи с тем, что я сказал ранее, как мы пересматриваем нашу работу и нашу деятельность, у нас на данный момент никто не был уволен и не потерял работу, ни один человек. И у нас есть серьезный набор заявок на расширение штата. В основном это расширение не только штата, но и, так сказать, вмещение фокуса работы, естественно, будет в сторону онлайн. Мы и на сегодняшний момент достаточно неплохо представлены онлайн. У нас есть, как все знают, наверное, у нас есть портал РСК РФ, где мы демонстрируем все наши исследования, все исследованные товары, даем потребительские рекомендации. И количество потребительских рекомендаций сейчас увеличилось и будет увеличиваться еще. Мы открываем новое направление. Вот в частности у нас сейчас формируется «Центр по защите прав потребителей». И мы сделали уже несколько публикаций, в том числе и мы были в программе «Тест», которая идет по «Россия-1», напоминаю, каждое воскресенье в 11.40. Это программа, где Роскачество рассказывает об исследованных товарах и, собственно, дает заключение важное, основное по тому, как выглядит качество, какие товары качественные, какие нет, то есть делать свою обычную работу. Так вот, вернувшись к «Защите прав потребителей», мы выпустили несколько рекомендаций и передач, и люди очень серьезно это реагируют, с удовольствием откликаются. Мы там, например, рассказали, как вернуть авиабилеты, и мы рассказали, как не потерять работу, если вы потеряли, что делать в этой ситуации. То есть мы стараемся в этот сложный период быть с нашими гражданами и быть полезными. Это очень важная миссия. Поэтому, да, деятельность наша будет только расширяться, мы будем строить новые центры компетенции, идти в новые области, развивать новые направления, в основном цифровые, естественно, учитывая ситуацию. И мне кажется, это будет интересно, это будет интересно и полезно, главное, людям. Илья, вопрос. Всех исследований, которые делают Роскачество, их достаточно много, конечно же, но если не брать по поводу темы вина, что самое большое пользуется популярностью? Какое направление, какое исследование пользовалось самым большим количеством внимания со стороны потребителя? Ну, традиционно всегда пользуются большим вниманием два типа категории исследований. Первый тип – это товары, что называется, продукты повседневного спроса. И очень хорошо и очень интересно было с молочными продуктами. Мы исследовали несколько категорий. Гречка, тушенка. То есть такие базовые продукты, которые люди потребляют каждый день. Мы исследовали сосиски, мы исследовали массу еще других продуктов. Второй тип категории, который пользуется большой очень популярностью – это товары для детей. Мы исследуем, мы каждый год, собственно, исследуем, перед первым сентября выпускаем исследования по школьной форме. И это тоже вызывает очень серьезный отклик, потому что очень важно, в чем дети пойдут в школу, в какой одежде они будут проводить по 6-8 часов каждый день. Поэтому там очень большая категория. Мы исследуем до 300 образцов. То есть это большие исследования. И, как ни странно, очень большое популярность… Это не странно, это на самом деле важно, поскольку мы все живем в цифровом мире. Большой популярностью пользуются исследования всевозможных цифровых технологий. Как сайтов мы делаем такой проект по интернет-магазинам. Мы пытаемся людей научить отличать, например, фальшивые интернет-магазины от настоящих. У нас есть такой большой проект. У нас есть большой департамент уже сложившийся, который называется Центр цифровой экспертизы Роскачества, где мы исследуем мобильные приложения и услуги, связанные с мобильными приложениями. И мы с самого начала взяли курс на то, чтобы это были именно актуальные социальные приложения. Поэтому там, что называется, все, что нужно – это и о поиске работы, и как организовать свое рабочее время, как учить иностранные языки. То есть такие полезные приложения в полезных категориях. Так что, пожалуй, да, продукты питания, детские товары и то, что мы называем единым таким, как сказать, термином – цифровая грамотность. То есть как жить в цифровом мире. И сейчас, как ты понимаешь, с развитием кризиса и с нашей самоизоляцией это становится еще более актуальным. Да, согласен. И на самом деле все области, о которых ты говоришь, это очень важная тема. И я сам сталкиваюсь, вообще я сам покупаю очень много через интернет. И, к сожалению, бывает такое, что, конечно же, нарываюсь на неизвестные сайты, которые причем не находятся в Яндексе, где можно их найти, а как-то отдельно они расположены, попадаются на глаза, ты начинаешь там смотреть. Вроде бы и цена хорошая. И тут была история недавно совсем, я заказал парфюмерию. Получилось так, что мне перезвонил молодой человек, очень культурно рассказывал о том, что у них, какие акции и так далее. Вот если вы возьмете еще пятый флакон вот такого, без проблем, мы вам можем сделать. Это будет вам дополнительно, мы еще подарок вам дадим. У меня бы хорошо, никаких вопросов. Тут, значит, очень быстро, я смотрю, как-то подозрительно, не то что доставка курьером, при том, что доставка была с Москвы по почте России, что у меня вызвало, соответственно, очень большой интерес. Я начал смотреть, что это за сайт, и огромное количество людей там пишут, что не покупайте на этом сайте ничего, потому что, типа, это не соответствует действительности, и мало того, в коробке вы можете не обнаружить то, чего вы заказали. Я, соответственно, от этого отказался. Я подумал так, что если как-то сделать такой а-ля флешмоб на все такие сайты, где все позаказать, но ничего не получить, чтобы обратно бы ушло бы. Это было бы гораздо интереснее. Поэтому то, что делает Роскачество, хорошо было бы видеть всю эту историю, как-то довольно часто попадались бы либо приложения специально, вот мошенники там и так далее. Чтобы вся эта история, она как бы была бы абсолютно прозрачной, люди бы не попадали на это. А вообще, конечно, все, что я знаю не понаслышке, что происходит в Роскачестве, мне очень нравятся те исследования, которые вы проводите. Это очень классно, и я думаю, что работы навсегда будет хватать, то есть не останавливаясь. Поэтому огромное-огромное спасибо. И я хочу перейти уже, конечно же, к винному гиду. Артур, прежде чем к винному гиду, смотри, есть три аспекта на самом деле. Это сайты нормальные и мошеннические. Это вообще возможность выяснить, какие сайты хорошие, какие нет. А еще мы сделали, вот тут совсем недавно, я поквастаюсь с удовольствием, мы сделали такую штуку, которая называется барометр доставки. Потому что сейчас очень многие люди заказывают товары, еду с доставкой, бесконтактной доставкой и так далее. Вот мы сделали опрос на сайте, в котором я всех приглашаю поучаствовать. Мы оценили там несколько ведущих служб доставки. Вот на следующей неделе у нас будет очередной раунд результатов. Это как раз тот самый мониторинг, который мы собираемся публиковать и делать. То есть мы переходим к теме мониторинга, вот как с вином ежегодно. Какие-то вещи мы можем мониторить буквально в реальном времени. И это очень интересный проект, отличный. Пошли к вину. Подходы Роскачества к исследованию вина, в чем особенность, в чем разница с классическими винными рейтингами? Как ты думаешь? Я думаю, что на самом деле у нас больше общего с классическими рейтингами, которые делают все члены ICRT. Сейчас кратко до того. Роскачество член ICRT. ICRT – это International Consumer Research and Testing. То есть это организация, которая объединяет таких, как мы, 41 в мире, в 41 стране. Там есть старейшие организации, которые этим занимаются. Старейшая организация занимается потребительскими испытаниями с 1923 года. Это Consumer Reports в Соединенных Штатах. У всех есть винные гиды. Задача всех абсолютно винных гидов – она одна и та же продвижение качественного местного именно вина и понимание, как устроен местный винный рынок. Мы в этом смысле делаем практически ту же самую работу, но, как и принято в Роскачестве, мы ее делаем глубже, больше, шире, более структурированно. То есть мы очень серьезно подходим к этому вопросу. И у нас есть в винном гиде России есть прям целый набор этапов, которых мы строго придерживаемся и мучаем, в том числе нашу экспертную команду во главе с тобой, по каждому из этих этапов, чтобы все соблюдалось там абсолютно неукоснительно. Вообще винный гид состоит в следующих этапах. Сначала мы делаем большую серьезную подготовку. Мы собираем то, что называется бренд-лист исследования. И в этом году этот бренд-лист рекордной величины, больше двух с половиной тысяч вин в него входит, из которых 1680 российских. И в этом году мы чуть-чуть начнем, скажем так, импортное вино, но пока нет без подробностей об этом. И у нас есть большой... Каждый год мы пересматриваем, дорабатываем, делаем еще интереснее и лучше. Наш регламент проведения исследования. Это прям такая толстая книжка, где прописан каждый шаг подробно, что мы делаем. В этом году мы собирались сделать большое экспертное совещание на Винорусе в Картнодаре, в котором мы традиционно каждый день, естественно, участвуем. Но, к сожалению, поскольку нет Виноруса, то и пока нет совещания, мы сейчас думаем над онлайн-форматом совещания. И таким образом мы представляем всей экспертной винодельческой общественности во-первых, план нашей работы, как и что мы будем делать, а во-вторых, в этом году нам будет особенно приятно еще представить как аналитическую часть, аналитическое наше исследование о рынке вина, так и методическое пособие, которое разработано, собственно, экспертным сообществом по заказу Роскачества, о том, что называется профильный метод органолептического исследования. То есть, если просто говорить, это детально описанные правила дегустации, которые едины для всех экспертов, и это все направлено, это все будет сделано для виноделов, для специалистов отрасли, для того, чтобы все эти шаги направлены на повышение качества продукта, который мы в итоге покупаем в магазинах. Все мы как потребители. Вот, следующим этапом у нас, я надеюсь, будет, посмотрим, как пойдет с коронавирусом, мы планируем на данный момент традиционно то, что называется аудит винодельческих хозяйств, при этом к традиционному аудиту, который описывает в мельчайших деталях каждое хозяйство. Мы в этом году еще добавим, скорее всего, две темы. Тема первая – это, собственно, качество управления, когда мы будем предлагать нашу экспертизу по качеству управления виноделом, поскольку есть в середине много крупных предприятий, и мы можем серьезно посодействовать в этом вопросе. И вторая часть, пока выглядящая немного фантазийно, но тем не менее это когда-то случится, это часть про винный туризм и про возможности людей, собственно, приехать в винодельческое хозяйство и посмотреть на месте, как делается вино, попробовать на месте живое вино, которое там есть. В общем, это серьезная большая работа. Вот в прошлом году коллеги проделали там огромный путь, посетив более 50 хозяйств. В этом году планируются тоже аудиты, причем в каждом винодельческом регионе мы проводим мероприятие по популяризации виноделия в этом регионе, приглашаем руководство региона. В общем, делаем такое серьезное, интересное мероприятие, привлекаем внимание, в том числе к российскому вину, в том числе к тем прекрасным, качественным виноделам, которые работают в этом регионе, которые выращивают виноград, делают вино. И это очень интересный этап. Далее у нас происходит большая дегустация, которая тоже жестко регламентирована, где эксперты там две недели по всем правилам, по ГОСТу 32051 делают все испытания, а до этого мы тарируем экспертов, то есть мы пытаемся сделать так, чтобы была абсолютно независимая, абсолютно независимая, абсолютно четкая экспертиза, чтобы мы получили самые качественные оценки. И в итоге после завершения дегустации мы получаем протоколы, и мы начинаем важный этап в нашей работе – это публикация винного гида. Традиционно она проходит этапами. Сначала мы представляем лучшие красные и белые, это прямо по завершению винного гида, потом традиционные игристые мы представляем к Новому году, потом, например, 8 марта мы представляем розовые, в 23 февраля ликерные и... Кто забыл? Ликерные розовые, да, все. И еще у нас в этом году будет такой рискованный момент, но мы его сделаем. Как известно, в публикацию лучших попадает вина, получившая дегустационную оценку 78 и выше. В этом году мы опубликуем те вины, которые получили оценку ниже 78, и это будет вот где-то в июне. Мы считаем, что это важно для того, чтобы те виноделы, которые делают это вино, обратили на это внимание, и над какими-то из их товарами, может быть, чуть-чуть изменили работу, для того, чтобы в целом качество того, что есть на рынке, повышалось. Вот, примерно так выглядит виногидросейн. Да, но насколько ты доволен, или рост качества в целом довольны результатами прошлого года? Мы видим, что в целом качество растет, незначительно, но растет. Мы видим, что мы начинаем гораздо глубже и детальнее разбираться во всех вопросах качества того, что касается вина, но у нас какая-то привычка быть всегда недовольными результатами. Мы хотим больше, лучше, еще. Поэтому основное, чем я недоволен. Я недоволен тем, что все-таки представленность, особенно меня огорчает это в закупке, ведь мы закупаем вино в магазинах, как обычные люди, и меня огорчает то, что из огромного бренд-листа, который мы делаем, и мы видим, что эти вина есть, на них есть акцизные марки, там все есть, а купить в рознице, в обычных магазинах мы их не можем. Это означает, что если мы не можем их купить, то как же люди их могут купить, потому что мы же целенаправленные вещи. И вот эта вот особо широкая представленность меня немного, конечно, разная. Ну, во-первых, представленность, а во-вторых, старые вина, которые находятся на полках, они кардинально отличаются от тех вин, которые мы, когда мы объезжаем и дегустируем, проводим некий аудит матрос качества по всем предприятиям. Мы сталкиваемся именно с тем, что вино, которое ты попробовал в самом хозяйстве, его, вот это свежее, хорошее, качественное вино, найти на полке очень сложно, потому что вся эта цепочка достаточно длительная. Во-вторых, ты берешь бутылку с вина, чтобы приобрести, а нет одного розлива, одной даты розлива просто нет. И в результате получается, что вино на полке уже мертвое. Мы это вино, соответственно, берем, оцениваем его в том виде, каком оно есть, потому что по требованию это именно те вина, которые закупаются в рознице. И в результате, соответственно, вино получает достаточно низкую оценку. Я считаю, что, я даже посмотрел результаты всех оценок, я видел, что большинство производителей, просто они делают действительно качественные вины, но их вина очень долго доходит до полки, в результате стареют, умирают, а все эти вина от 250 рублей. И выше они долго не живут. Ну, в течение года они должны быть уже выпыты. И начинается уже процесс, скажем так, завершения качества этого вина. Оно становится практически мертвым, и потребитель, который берет с полки его вино, получает недовольство и говорит о том, что да, российское вино плохого качества. Хотя на самом деле это процесс такой, который хотелось бы, конечно, наладить. Мы постоянно об этом же говорим всем производителям, что контролируйте то, что приходит у вас на полки в магазине. Я считаю, Артур, что это ведь вопрос, ну, как бы я как человек, любящий всякие технологии новые, интересные, я считаю, что это вопрос сокращения того, что в логистике называется сокращение плеча доставки, а для того, чтобы плечо доставки сокращалось, то есть путь товара от производителя до потребителя должен быть самым коротким. Для того, чтобы это сокращалось, должен быть четкий точечный спрос. Если, например, там, сеть, их же тоже можно понять, они, например, говорят, там, давайте мы вот этого вина возьмем там, не знаю, 20 ящиков. Это почему-то не продается, а другое продается, и там целая непонятность. Вот помнишь, мы в Питере как раз обсуждали с сетями этот вопрос. Там есть непонятность с годами, там одно и то же вино разного года, вот то, что ты говоришь, там, умирает, не умирает. Мне кажется, единственный путь этот вопрос решить, это уберизировать этот вопрос. И мы очень надеемся, вот Минсельхоз несколько дней назад как раз в очередной раз поддержал и начал настаивать на продаже через интернет. И как только это произойдет, вот эта уберизация будет, возможно, прямо в корне, то есть прямо в самом моменте, когда можно будет, например, отгружать напрямую от производителя, по сути, от конечного потребителя. И это тогда решит вопрос вот этого укорачивания пути до полки. И мы обсуждаем активно этот вопрос, вот этой уберизации. Посмотрим, может быть, мы сможем чем-то помочь в этом направлении. Мне бы, например... Какие мысли? Вот как раз очень хороший вопрос здесь был. Илья Ефимович, как, по-вашему, сколько ждать отечественным любителям вина и других спиртных напитков в открытии интернет-продаж в нашей стране? Значит, ситуация такая. Все уже практически за. И Минсельхоз, главный регулятор винодельческой отрасли, за. Росалкогольрегулирование за. Значит, есть два очень важных вопроса, которые трудно решить. Первый вопрос. Это продажи несовершеннолетних. Когда покупаешь через интернет, там везде на всех сайтах есть вот это «мне 18 лет» в IT и так далее. Но никто же не смотрит, кто сидит за этим, кликает на это «мне 18 лет». Поэтому это важный, серьезный вопрос. И второй серьезный вопрос, который ставит Минздрав, естественно, это потребление алкогольной продукции. Но мы же понимаем, что те, кто хотят употребить что-то алкогольное прямо сейчас, это наверняка не те же люди, которые пьют качественное вино. Поэтому обсуждается с Минздравом вопрос, и Минпромторг с Минздравом обсуждает вопрос именно сельхоз по поводу решения вот этих двух вопросов по алкоголизации и по непродаже несовершеннолетним. Я думаю, что в самое ближайшее время это решение будет найдено, и у нас, как во всем мире, начнется продажа через интернет, и тогда все станет гораздо легче, интереснее и быстрее. Думаю так. Как можно связать институт с агентством по развитию и продвижению российского вина как внутри страны, так и за рубежом? Ну, с моей точки зрения, да, это понятный вопрос. Человек, по сути, спрашивает следующее. Вы институт независимых испытаний, да, Роскачество институт независимых испытаний. Как можно связать с продажей на внутреннем рынке и за рубежом? Очень просто. Мы в любой категории, которую мы исследуем, во всех статах, с чем-то категориях, 130, например, у нас есть задача, которая поставлена правительством Российской Федерации, это продвижение качественных отечественных товаров. И в этом смысле, для того, чтобы вообще воспитать такую и развивать такую тему, которая есть во всех странах, а у нас представлено слабо, которое называется потребительский патриотизм, то есть не покупай наше, потому что оно наше, а покупай наше, потому что оно качественное. И у этого есть независимая оценка. Вот смотрите, вот это качественно. Поэтому это очень органично, когда мы исследуем, проводим вот эти независимые испытания, выдаем заключение по поводу того, какой товар качественный, какой нет, и продвигаем качественное российское. И тогда это вполне натуральный институт вина. При этом мы не продвигаем какие-то отдельные бренды в отдельности. Мы не продвигаем каких-то отдельных виноделов в отдельности. Мы продвигаем во всех категориях. Роскачество продвигает одну только товарную категорию, которая называется качественные отечественные товары. И тут нет никаких противоречий и проблем. Если мы завтра, например, начнем продавать что-то, то с этим наверняка возникнут проблемы. Это не наш вид деятельности. Мы не продаем. Но мы, да, делаем независимые испытания, и мы, да, продвигаем категорию качественные отечественные товары на российском и вместе с российским экспортным центром на внешних рынках тоже. И будем этим заниматься с удовольствием и с интересом. Виновник задает вопрос. Какая профессия и навыки необходимы для работы и компетенции в Роскачестве? О, это прекрасный вопрос. Значит, у нас и на сайте, и на нашем официальном сайте роскачество.gov.ru и на HeadHunter'е, и в службах занятости вывешены вакансии. И мы ищем на данный момент где-то 10-12 вакансий разного профиля, как исследовательского, так и коммуникационного профиля. Но главное, чем нужно обладать для того, чтобы работать в Роскачестве, это желанием сделать мир лучше. Я сейчас абсолютно серьезно. Потому что это не как бы мы не Google. У нас не самые высокие зарплаты на рынке. Мы не нефтяная компания, которая добывает нефть. Но мы точно совершенно делаем жизнь людей лучше путем того, что мы продвигаем качественные товары и снимаем с полок те товары, которые некачественные. Таким образом, наше потребление становится лучше. Потребление это часть нашей жизни. И вот эти вот направления, о которых я рассказывал выше, это защита прав потребителей, это мониторинг различных услуг. Все вот это направлено на то, чтобы сделать жизнь людей лучше. Если вы искренне действительно хотите сделать жизнь людей лучше, welcome. есть вакансии, пишите, есть email job собакороскачество .gov.ru можно написать на инфу. Я по роду деятельности это все читаю, с удовольствием возьмем хороших, умных, активных людей, которые действительно хотят сделать жизнь лучше. Игорь Куценок задает вопрос. Илья, можно ли считать цену вина индикатором его качества? Значит, мы намеренно ограничили ценовую категорию того вина, которую мы исследуем, для того, чтобы показать, что в категории доступного вина, доступного, а по статистике, по той аналитике, которую мы делаем, средний чек на российское, вообще на вино, которое люди, деньги, которые люди согласны заплатить, в целом, наиболее популярная категория, за бутылку вина 300-400 рублей. И мы доказали, фактически, вот третий год сейчас будем доказывать, что в этой категории 300-400 рублей до 1000 рублей есть очень хорошее, очень качественное российское вино, и его много. Например, вот за прошлый год 320 вин превысили, это всех вин я имею ввиду, превысили отметку в 78 баллов и по 100-бальной шкале, и это очень хороший результат, а еще были довольно много вин, которые превысили оценку 81, и это такое хорошее серебро на любом конкурсе, в том числе международном, и такого вина много, и оно все до 1000 рублей, и это, мне кажется, очень хорошее предложение, причем это не в акцию, а в обычные дни в акцию, это бывает еще и дешевле. Нам очень часто задают вопрос по поводу того, почему нет дорогих вин, имеются в виду свыше 1000 рублей, те вина, которые в Хорике, я со своей стороны, тоже хочу сказать, что нет смысла проводить исследования достаточно дорогостоящие, обращать внимание на те вина, которые выпускаются маленькими партиями, от 300 бутылок и выше, смысл какой, если потребитель не может их найти. Роскачество не работает на исследование специального направления Хорики, в осяком случае пока там, а мы говорим именно о массовом сегменте, где в любой точке страны можно приобрести те вины, которые Роскачество в свою очередь делает исследование. И это очень важный момент, поэтому нужно понимать, что дорогостоящие исследования, оно не нужно для небольших партий и маленьких производителей. статистику все верно, все верно именно так, я просто хотел бы добавить, что вот мы недавно изучали статистику, мы поняли, что вот тысяча рублей это такой порог отсечения, где за тысячу рублей начинаются уже малотиражные вина, и Роскачество вообще всегда делает, при подходе к любому исследованию, мы делаем естественно сначала большую аналитическую работу и понимаем то, что называется на нашем языке представленность федеральной матрицы, то есть представленность по всей территории Российской Федерации, и такой же вопрос возникает ровно в каждой категории нашего исследования, не только в ВИНах, и мы всегда отвечаем, что с нашей точки зрения представленность это прямой прямая зависимость представленность находится в прямой зависимости от важного параметра наших исследований, который называется востребованность, от того, что мы расскажем, что есть вот такое красивое вино за 3-4 тысячи рублей в двух магазинах в Москве, там люди, которые живут во всей остальной стране, от этого толку никакого, поэтому мы стараемся исследовать товары широкой представленности, вот. Да, все верно. Задают вопрос еще, насколько адекватно исследование раскачества, когда эксперт знает, что все российские ВИНа до 1000 рублей, то ему проще поставить низкую оценку, чем завысить. Мы таких экспертов не берем, за это ответственный Артур. нам такие эксперты не нужны. Мы хотим специально делать большую работу с экспертным сообществом, и у нас самые уважаемые, самые грамотные, самые образованные, интересные эксперты на рынке, в том числе и международные, и когда собственно происходит исследование, они не знают, они знают, что это до 1000 рублей, они не знают при подаче это вино за 200 рублей или за 1000. Они получают абсолютно обезличенный образец, как и во всех исследованиях раскачества, обезличенный зашифрованный образец. Они знают, что это, например, вино красное, сорт винограда такой-то. Кто производитель, где сделано, какого года, ничего этого эксперты не знают, поэтому как раз дегустация проходит, она специально сделана таким образом, чтобы эксперты выдали свою оценку. И вот этой оценкой комиссии не менее, чем из семи человек, в том числе международных экспертов, именитых российских экспертов, этой оценкой мы и руководствуемся. Но нужно отметить, что у нас порядка 30 человек в общей сложности. Не менее семи в один момент. не семи. Да, и нужно отметить, что эксперты, которые участвовали в дегустации Роскачества вин, в первый раз не все попали уже во вторую группу, потому что вы должны понимать, это не просто так сел, продегустировал и поставил свою оценку. Там есть специально подставные образцы, которые могут специально быть испорчены. Если испорченные бутылки есть, человек пробует, он должен поставить адекватную оценку. Если же иногда дегустируют одно и то же вино, но с определенным промежутком, для того, чтобы посмотреть сходимость. И это очень важные параметры, которые используются во время дегустации. То есть эксперт может продегустировать два, а иногда может и три раза одно и то же вино, для того, чтобы уже система увидела насколько правильно, в правильном направлении идет, насколько правильно оценивают. Поэтому это не просто так дегустация, посидели, попили и поставили оценку. Абсолютно нет, здесь все достаточно серьезно, и нужно понимать, что это государственная структура, и самый важный момент, что я лично от себя скажу, что было очень много предложений и со стороны компаний, которые занимаются бокалами, и со стороны других компаний, которые готовы были поддержать этот проект, давайте мы там что-то сделаем совместно. Я хочу сказать, что за эти годы было очень четко установлено правило, и вообще это правило Роскачество, никаких коммерческих взаимоотношений быть физически просто не может. Поэтому кто бы чего там не хотел, или кто бы ничего не придумывал, однозначно здесь нет никакой коммерческой составной, здесь есть исследование, и это очень важный аспект, и поэтому мы со своей стороны, как я говорю, как президент Союза и экспертов России, мы поддерживаем эту ситуацию абсолютно полностью, потому что она абсолютно честна и прозрачна, докопаться достаточно сложно. Я, может быть, раскрою небольшой секрет, что у нас постоянно происходят определенные трения, а как вот это, а как вот это, а в случае, если это произойдет, и для этого должно быть полностью абсолютно прозрачная система, чтобы ни у кого не возникли никакие вопросы, что кто-то чего-то там специально делает. Ни один из экспертов не знает, что это за вино, вино полностью зашифровано, у этого вина есть свой код, и поэтому вся эта система, она работает так, что никто ничего не знает. Одни занимаются шифрованием, другие занимаются дегустацией, это очень важный момент. А как русскачество относится к добавлению диоксида серы, вино, и в какое количество русскачество допускает и не считает вредным для организма? хорошее вопрос. Да, хороший вопрос. Значит, мы делали два раза уже в двух веерах, в двух веерных исследованиях мы делали лабораторные исследования, в том числе естественно был параметр, один из параметров исследования был диоксид серы, мы поняли, что количество выявляемого диоксида серы в вине, оно на порядок иногда на два ниже предельно допустимой концентрации мы ни разу еще не обнаружили за все время, чтобы эта концентрация превысила. Короче, очень далеко даже от порогового значения. Поэтому мы не видим с этим особенных проблем. И да, диоксид серы нужен в технологическом цикле, да, виноделы его добавляют по необходимости, но превышений даже близко к пороговому значению мы не обнаружили ни разу. Мало того, я со своей стороны добавлю, что большинство производителей уже сейчас говорят о том, что как можно меньше добавлять диоксид серы, и в принципе все к этому и идет. Все пытаются все-таки более в натуральность уходить, без добавлений, без каких-либо примочек. Поэтому это очень важный момент. Какие последствия после исследования, если все плохо с каждым исследованием? Спрашивает Агасия Ну, что значит все плохо? У нас нет такого мы же не бабушка на улице, которая говорит ой, все плохо. Мы работаем с каждым конкретным товаром. Например, если выявлены проблемы, сейчас не только о вине, о любых товарах, если выявлены проблемы с товаром, мы, во-первых, всегда выясняем по всей цепочке, по логистической цепочке, где эти проблемы могли возникнуть. Может быть, товар неправильно хранен, может быть, была проблема при производстве, может быть, может быть, миллион проблем. Это мы всегда выясняем и очень плотно работаем как с самими производителями, так и с торговыми сетями, чтобы понять, в чем именно проблема с товаром. И, естественно, если товар заведомо плохой, мы понимаем, что он выпущен, например, с нарушением гигиенических норм, и поэтому там есть какие-то вредные бактерии или что-то еще, мы, естественно, об этом информируем производителя, и, естественно, либо он с нами сотрудничает, делает шаги для того, чтобы этого не было, повышает культуру производства, делает массу других вещей, и мы, естественно, всегда обо всех случаях рассказываем, и в случае, если мы обнаружим, что плохой товар и качественный товар, а иногда опасный товар, дошел до полки, естественно, торговая сеть по нашему сигналу, такие товары с полок снимают, не то, чтобы это происходит каждый день, но это происходит во многих исследованиях, и мы благодарим торговые сети всегда за то, что они таким образом работают, соответственно, дальше по цепочке идет в обратную сторону, торговая сеть говорит, снимаем этот товар, он некачественный, дистрибуторы говорят, что же вы нам дали некачественный товар, производитель понимает, что с этим проблема, и с таким товаром он в сети может больше вообще никогда не попасть, поэтому, как правило, производители и сети на это очень адекватно реагируют, исправляют ситуацию, таких случаев много, и мы очень рады, что это происходит, и в целом уровень качества товаров на рынке растет, в разных категориях по-разному, но растет. Илья Ефимович, в какой мере по-вашему крупные ритейлеры руководствуются гидом русскачества при формировании своего винного ассортимента? Во-первых, краткий ответ все больше и больше, потому что есть мероприятие, которое называется Дни российских вин, проходит дважды в год, участвуют все федеральные сети, есть рабочая группа, в которую входит, собственно, Артур входит, я вхожу, входят крупнейшие сети, это совместная группа Минпромторга России, Минседиконза России, весной и осенью проходит длительная акция во всех сетях, но, естественно, сейчас акция проходит, но нет мероприятий по ней, то есть просто можно найти в каталогах скидки и так далее, и у нас есть очень положительный опыт взаимодействия с крупнейшими сетями, я сейчас не хочу отдельно выделять сети и об этом говорить, но во многих федеральных сетях, в каталогах сетей, в промо-материале к акциям там указаны прям конкретные товары, конкретные бутылки, на которых написано проверено русскачество, дни российских вин, то есть крупные торговые сети, да, ориентируются на винный гид России, естественно, не во всем, но, надеюсь, скоро будут во всем, и да, продвигают качественное отечественное вино, за что им, естественно, отдельное огромное спасибо. Да, мы на самом деле тоже сталкиваемся с тем, что производители задают вопросы о том, что сети всегда в последнее время стали спрашивать, а есть ли в гиде русскачество то или иное вино, и если его нет, то говорят, а как можно сделать, чтобы попасть в него, продавайтесь в сетях, и мы с удовольствием их, конечно же, рассмотрим, поэтому у людей очень интересные, позитивные, скажем так, идет направление с точки зрения того, что доверяют русскачеству, это очень-очень важно, и то, чего не было, условно говоря, даже там три года назад было абсолютно по-другому, то что русскачество толком геном не занималось, по сути, были исследования, но так как мы делаем сейчас, это совсем другая история, я знаю, что хотел спросить, у меня куча вопросов, которые я обязательно в следующем часе задам, подскажи, пожалуйста, вот практика в мире, не русскачество, испанское качество, французское качество и так далее, ведь существуют все эти организации, они же тоже проводят, мы как-то, вот по твоему видению, мы отличаемся от них, или мы делаем чего-то лучше, а может быть, чего-то нам еще нужно сделать в ближайшем будущем, что ты скажешь на эту тему? Мы делаем все гораздо лучше, гораздо глубже и гораздо интереснее, потому что, например, вот испанское качество называется ОКО, у них есть такой толстый каталог, там представлено в среднем 450-500 вин в год, они разбиты по провинциям, очень красивое издание и все, но они не делают там никаких аудитов, они не делают, может быть, это связано с локальной спецификой, но они, как правило, даже не делают дегустации, они берут с разных дегустаций, которым они доверяют, а они многим доверяют, они берут результаты и просто публикуют в книге. И это как раз один из самых важных вопросов, который вообще вот, как сказать, в целом в России очень важен, и это одно из важных, одно из важных направлений работы Роскачества это повышение доверия между людьми и производителями, между людьми и государством, между производителями и государством. Этот вопрос сейчас стал прямо особенно острым, его обострил естественно коронавирус, но в новой экономике, в экономике 4.0 без доверия, без доверия, просто налог на доверие, то есть этот вот набор действий, которые необходимо предпринять, чтобы каждую деталь проверить, это называется налог на доверие, вот этот налог на доверие, он тем дороже, чем ниже уровень доверия, поэтому чем больше мы будем, это сейчас философское отвлечение, тем не менее оно важно, чем больше мы будем доверять, тем собственно дешевле это все будет происходить, но значит возвращаясь к разным качествам, французское качество, которое называется кешуазир, типа что выбрать, выпускает целых три вида, и они все сконцентрированы, они по-разному структурированы, какие-то структурированы по географическому принципу, какие-то структурированы по типам вина, в общем они естественно францы, они очень серьезно этим вопросом занимаются, но тоже у них своих дегустаций достаточно мало и не все они сами дегустируют. И в этом смысле у нас, как и в других категориях во многих, у нас есть своя специфика, с которой мы работаем, но еще раз, когда, если, а когда мы достигнем вот этого состояния Национального института вина, то наш налог на доверие надеюсь снизится и вообще налог на доверие Роскачество должен с годами снижаться, мы замечаем это снижение, но к сожалению мы его не можем ускорить настолько, чтобы вот завтра все начали доверять и все было хорошо, поэтому мы над этим, это основной фокус нашей работы, мы над этим работаем и должен сказать, мы же естественно меряемся по скажем так по качеству и по количеству работы, которую мы делаем, мы меряемся с другими членами CRT и мы понимаем, что за 5 лет мы прошли путь, который некоторые организации не проходят вообще, а у некоторых организаций он занял там 20-30 лет. у нас самая молодая аудитория из всех международных раскачетов, у нас самая активная аудитория и мы делаем больше исследований практически, чем все наши исследования глубже. Вот что я могу сказать по другим раскачествам. нравится. Давай я пока зачитаю несколько вопросов, есть интересные вопросы, которые успел сфотографировать для того, чтобы их зачитать, потому что потом бы они пропали. Итак. А у нас вообще какой момент, Артур? Мы можем же так разговаривать с кутки. А у нас лимит еще до 21 часа. До 9 часов мы можем разговаривать. Если захочешь покинуть эфир, никаких проблем, я не думаю. Мы с тобой можем до утра вообще общаться. Вот, я про то и говорю. Мы можем общаться бесконечно. Я с удовольствием это делаю, потому что есть возможность людям правда объяснить, чем мы занимаемся. В это время очень много эфиров проходит, но я вижу тенденцию того, что люди очень много в оффлайне читают прямые эфиры, слушают уже в записи и много интересного происходит. Роскачество исследует все продукты. Есть ли специальные значки от Роскачества на продуктах и сервис, которые говорят потребителю, что тот или иной продукт был исследован и одобрен Роскачеством? Да, конечно. Мы являемся оператором российского государственного знака качества, который выглядит как буковка К в пятиугольнике. для того, чтобы его получить недостаточно продукту соответствовать критериям стандарта повышенного качества, то есть повышенным требованиям, которые мы предъявляем. Еще необходимо этому предприятию, которое выпускает этот продукт, пройти процесс аудита. И поскольку это такой строгий, жесткий, очень длинный процесс, то обладателей российского знака качества на сегодня можно на сайте посмотреть, но там порядок что-то несколько сот. Есть, да, и соответственно, если вы зайдете на сегодняшний момент в любой большой супермаркет и посмотрите практически любую категорию товаров, то вы найдете там товары со знаком качества, с этой буковкой К, иногда производители публикуют такую табличку, на которой написано проверено рост качества. Вот. И задача наша вот 18-го года была, чтобы это было во всех ключевых категориях любого магазина, товар со знаком качества, хотя бы один в категории. Эту задачу мы уже практически выполнили, но, естественно, мы продолжаем исследовать, продолжаем расширять исследования. Вот, как я говорил, у нас, например, в ВИНом исследовании 600 образцов, и это одно из самых, что называется, широко представленных исследований рост качества, и оно ежегодно. Не все категории удостоверяются такого внимания, и наша задача максимально представленной в федеральном объеме товар продолжать тестировать, для этого мы делаем дополнительные выборки, дополнительно тестируем некоторые категории, в общем, работа идет, но, к сожалению, так же, как и с ВИНом в любой другой категории, мы не сможем протестировать абсолютно все товары на любой полке магазина, это никогда не случится, но наиболее представленные мы будем тестировать и будем расширять. Подскажите, пожалуйста, насколько мне известно, молдавские виноделы подали заявку в Роскачество для оценки, чтобы попасть на полки российских магазинов. Это когда-нибудь произойдет? Ну, во-первых, мы так не работаем. Мы не работаем ни по каким заявкам. У нас есть фактически один заказчик, это граждане Российской Федерации, которые финансируют нашу деятельность. Поэтому мы ни в каких категориях так не делаем, и я не думаю, что вино станет когда-нибудь исключением. Вкратце выбор, я уже говорил, я просто кратко очень резюмирую. Наш выбор товаров основывается на максимальной представленности в магазинах, а не на чьих заявках. Соответственно, если в какой-то момент мы решим, а в этом году мы уже решили, что мы будем какое-то количество образцов импортной продукции исследовать, если мы решим, что мы исследуем импортную продукцию, и если это будет наиболее представленная на полках продукция, то естественно мы это будем исследовать, но не по заявкам точно. Да, все верно. Еще вопрос. Возраст, а не вопрос, предложение, возраст покупателей можно решить сканированием паспорта при регистрации на сайте. Ну, есть на самом деле на эту тему достаточно много разных идей, и разные идеи рассматриваются, но, знаете как, надо максимально от этого защититься, потому что когда, скажем, лицо, не достигшее 18 лет, приходит в магазин, то это ответственность магазина, там можно посмотреть на человека, можно проверить его паспорт и так далее. А при доставке это контролировать значительно сложнее. Проблема объективно есть, и есть несколько вариантов ее решения, вот сейчас как раз эти вещи прорабатываются очень детально, думаю, что в итоге проработаются. А вы после исследования и присвоения знака качества перепроверяете ли товары и через какое время? Да, конечно, это обязательно происходит, у знака качества есть регламент, есть то, что называется орган по сертификации, там работают строгие серьезные люди, даже я их побаиваюсь иногда. Значит, у них есть регламент такой, что в зависимости от категории через два или через три года у них есть то, что называется инспекционная проверка, то есть они закупают еще раз этот товар, если он есть в той же фасовке, тот же ровно товар, его исследует, если все подтверждается и документарно проверяют предприятие, все подтверждается и качество подтверждается, то естественно продляется действие вот этого договора публичной оферты, по сути, это договор на использование товарного знака, российский знак качества, который принадлежит собственно государству, он не принадлежит Роскачеству, он принадлежит государству Российской Федерации. И мы его оператор, то есть мы делаем эту процедуру по заказу государства. Соответственно, да, инспекционный контроль это обязательная часть нашего процесса. Он, естественно, происходит по 100% товаров, которые обозначены российскими знаменитыми качествами. Илья Ефимович, планируется ли исследование популярных в России ВИН бывших республик СССР и включение их в ГИД Роскачество? Ну, мы планируем, вот в этом году мы планируем начать исследование скажем так импортных ВИН, это не обязательно республики СССР. Это наиболее представленный, ровно тот же самый подход, наиболее представленные на полке образцы товаров. Мы планируем в этом году какую-то часть закупить, посмотреть, оценить. Естественно, это будет в том же диапазоне, чтобы нам сравнивать яблоки с яблоками. Те же самые критерии до 1000 рублей на полке, тиражность, представленность. Это все будет соблюдаться, чтобы мы могли оценить и сравнить. И да, будем, в этом году будем как раз это делать. Прошлое исследование пива вызвало большую критику. С тех пор исследование пива не делайте. Когда будет новое? Запланировано в конце этого года. Там критику вызвало не исследование пива, а критику вызвало то, что, по сути, чуть более сложная история, про нее тоже можно долго рассказывать, но основная проблема была количество сложенного сырья в пиве. и выяснилось, что не во всех образцах, скажем так, этот параметр выдерживался. И да, критику вызвало именно то, что даже известные марки пива, к сожалению, не выдерживали этот основной критерий. мы рассказываем правду, что нашли, да рассказываем. Соответственно, мы много общаемся с пивоваренным союзом, мы много работаем с производителями, там, многие производители признали, что, да, у них есть такая проблема, они работают над ее решением. Да. Ну, так. Задает вопрос, расскажите, пожалуйста, почему в рейтингах практически нет вин Массандры? А кто сказал, что их нет? Как их нет? Их там, если, например, открыть ликерную категорию, практически вся из Массандры состоит. Ну, да, поэтому мы же говорим о категориях, если это сухие вина, ну, по определенным причинам их могут они и не быть. Но Массандры на сегодняшний день в первую очередь, это все-таки вина ликерные, а потом уже все остальное. И те вины, которые сухие выпускаются, они достаточно дорогие, они в очень маленьком количестве, так что это неправда, что их нет. Вопрос от Владимира Гунько, нашего качественного, хорошего производителя. Владимир, приветствую. Да, если я выпускаю не более 50 тысяч бутылок вина, то вы никогда не будете меня упоминать? Еще раз, вопрос представленности. Я лично, ну, я знаком с Владимиром Владимировичем, мне нравится его вино, но то, что мне нравится, это ничего не значит, потому что есть, во-первых, критерии отбора, во-вторых, экспертная комиссия. Поэтому, да, вот сейчас такая установка возможно в развитии, что-то и будет не в этом году. Ну, как раз здесь, кстати, пишут по поводу иносандрии, что ее очень много, да, она есть. Вопрос такой, когда планируется проводить исследование дорогих вин? На данный момент не планируется. Мы уже об этом говорили, так что периодически выходят интересные статьи у Роскачества, и я вижу, что очень большую популярность они имеют. Мне бы очень, конечно, хотелось со стороны вот наших слушателей, зрителей, чтобы вы написали, а что еще интересного можно было бы придумать такого, что вам интересует, что нужно, какую методичку может быть сделать, может быть, какую-то информацию предоставить и так далее. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, мы на связи. У нас, опять-таки, я подтвержу, что за лучший вопрос Илье Ефимовичу мой подарок, мой авторский винный гид, от Ильи Ефимовича будет подарок винный гид России 2019 год, правильно? Точно. Да, так что очень много. И надо будет потом еще, мы еще что-нибудь придумаем с тобой уже в дальнейшем. Так что, спрашиваю, карта российских виноградников. Очень хорошая тема. Будет ли карта российских виноградников на портале Роскачества? Ну, мы, если честно, это не планировали делать, но вообще мы работаем много с Минсельхозом в России, и вот у Минсельхоза есть такая интерактивная карта, я ее видел, которая фактически показывает чуть ли не каждой, буквально до каждой сотки по всем агрокультурам, в том числе и по винограду. Я думаю, что была бы хорошая тема, мы подумаем над этим, чтобы взять именно ту часть, которая про виноградники, она очень интересна. но у нас есть карта картой, но у нас вот мы будем сейчас публиковать потихонечку аналитическое исследование, результаты исследования, и там очень подробно будет рассказано в том числе и о сортах винограда, где они представлены, из какого винограда, какие хозяйства делают вино, это действительно очень интересная информация, мы ее будем публиковать потихонечку. Илья Ефимович, я уже со своей стороны хочу задать вопрос, как ты думаешь, какая общая проблема у наших виноделов вообще есть, помимо того, что они не особо контролируют, не все могут контролировать процесс реализации на сполах и так далее, вот в целом твое видение по поводу того, что какие проблемы, как ты думаешь, что им мешает работать на сегодняшний день? Смотри, я же не специалист именно в виноделии и виноградовстве, но я, безусловно, за эти пять лет стал уже специалистом именно в продвижении качественного отечественного товара, и я считаю, что основная проблема, основных две. Первое, это, собственно, доверие, но это не только виноград, проблема не только виноделия, это проблема на самом деле всех товаров, всех услуг у нас, это проблема доверия к отечественному товару, и для этого, собственно, есть рост качества, для того, чтобы рассказать, какой товар качественный, какой нет. И проблема доверия, и вторая проблема, это пока, как и во всех нетрадиционно винодельческих странах, пока нету вот этого узнавания, потому что вот на сегодняшний момент, когда человек думает о вине, ему скажи французское вино, он скажет, о, Дюма, Франция, все такое, там, испанское вино, там, Риоха и Рибера. У нас пока, к сожалению, не сформировались вот эти вот, что называется, территориальные бренды, они не настолько известны, как, к сожалению, пока, как там, Бурдо, но я уверен, что, во всяком случае, мы к этому приложим максимальное количество усилий, я уверен, что в какой-то момент мы достигнем той узнаваемости, которая необходима для того, чтобы, знаешь, когда человек вот думает о качественном российском вине, он так мечтает на закатывал глаза и говорил бы, там, я не знаю, не хочу сейчас там отдельные бренды называть, но там, скажем, Тамань, вот, Тамань, Тамань, прекрасный терруар, там есть очень красивые земли, очень красивые места, прекрасные виноградники, и там есть много очень хороших виноделов, и я думаю, чем больше люди об этом будут знать, а мы стараемся, собственно, максимально этому способствовать, тем больше люди будут доверять. Вот могу похвастаться, кстати, что в 19-м году, ну, там, гид 18-го года охват был 20 миллионов человек, гид 19-го года охват 27 миллионов человек, то есть 27 миллионов человек хотя бы один раз слышали про Виннике для России. И мы надеемся, что эта аудитория будет увеличиваться и таким образом решаться, собственно, обе проблемы это и узнаваемость российских регионов винодельческих, и будет расти доверие к российскому качественному рынку, ну, и это прекрасно. Я с тобой согласен, абсолютно. Еще раз добрый вечер, вернусь к вопросу о коньяке, когда новое исследование действительно назрело необходимость расширить перечень данной исследуемой продукции. Во-первых, о коньяке, либо о бренде, можно понимать. Давайте просто говорить уже таким правильным, скажем, языком. Ну, действительно, говорить надо о бренде, потому что в основном, ну, то есть, в исследовании, которое было пару лет назад, там были и бренди, и коньяки, вот, в том числе были французские коньяки. По-моему, я боюсь ошибиться, я специально на это не смотрел, но, по-моему, это на следующий год запланировал. Илья Ефимович, нет планов сделать приложение для электронных устройств от Роскачества? Есть такие планы, я такие планы вынашиваю уже, собственно, с самого начала этого проекта, самого первого винного гида, но у меня уже наконец сформировалась полностью концепция в голове, и надеюсь, мы в этом году хотя бы начнем, потому что приложение это ведь такая штука, которая, ну, помимо каталога, который представлен на сайте Роскачества, он доступен, он есть, он в существующем приложении Роскачества доступен, его можно посмотреть, но приложение это ведь такая штука, которая, что называется, прикладывается к чему-нибудь. Вот если была бы возможность, например, понять из этого приложения, где вот это прекрасное вино, о котором мы сейчас читаем, можно купить недалеко от меня, вот тогда бы это приложение имело бы серьезный очень смысл. Помимо всей информации о вине, помимо информации о виноделах, помимо информации о регионе и обо всем, если бы была возможность понять, где оно есть вокруг меня, и, возможно, даже купить, но это не наша деятельность, но хотя бы понять, где оно есть, было бы прекрасно. Поэтому, надеюсь, в этом году начнем, будет или нет в этом году, сказать не могу, но в этом году точно будет новая версия, переработанное приложение Роскачество, и там все можно будет в том числе посмотреть, все товары, не только вино. Супер. Александр Павлович Сикорский задает вопрос, а будет ли проводиться дегустация не вино? В смысле? Но сейчас по новому законодательству будет вино, которое будет называться не вино, если там поправки в свое время не внесут. Будет ли проводиться дегустация? Идея хорошая, но может быть, что нет. Ну, в любом случае, будем думать, как это сделать, если это нужно будет. Также будет появиться новая категория, не вино, но в винной теме. Поэтому это будет отдельная какая-то интересная тема, на мой взгляд. Слушайте, у нас есть в этом году исследование винных напитков, чего бы ни быть ни вину. Мы исследуем в этом году, мы будем публиковать винные напитки, как отдельную категорию легальную, которая есть на рынке. И будем рассказывать о всех плюсах и минусах. Елена пишет, к гиду игристых 2019 года вопросов нет. Супер получилось в подборке до 500 рублей, но не считая балаклавы и абраудровини. Ну да, что сделать. Они же большие, поэтому они попали во всяком случае в исследование. Проводились ли дегустации винных напитков? Сообщают ли экспертам об этом перед дегустацией? Как поступают, если винный напиток получит более 80 баллов? Это все правильные вопросы. Вот сейчас идет исследование. И я думаю, что где-то к августу уже, наверное, будут результаты. Обо всем расскажем. Еще не делать... Я хочу сказать со своей стороны, что в дегустации принимают участие именно вина, не винные напитки, а именно вина, которые сделаны из собственного, из российского винограда. Виноград выращен на территории России. Соответственно, в основном это вина ЗГУ. А ЗГУ, это, как вы уже понимаете, это вина из российского винограда. Поэтому винных напитков в дегустационных сетах нет. Есть только вино. Если это будут винные напитки, это, как уже сказал Владимир Ельфимович, это будет абсолютно отдельная категория. У нас такого нет. Все верно. Что за липа? 18? 27 миллионов человек? Пусть расскажет, каким образом он добился охвата 20% граждан России. Ого, смотри, какой. Хороший, правильный вопрос. Значит, у всего практически на свете есть независимые рейтинги. Например, главным рейтингом охвата по СМИ на сегодняшний момент в Российской Федерации является медиалогия. Медиалогия детально рассказывает, где и какая информация была опубликована и количество упоминаний. Соответственно, берем идеологию в руки, суммируем вины, гидро, оси и рост качества за год и чудесно видим этот охват. Артур, как вы относитесь к винным напиткам? Ну, отношусь к ним как к винным напиткам, не более того. Поэтому здесь... Слушай, хороший ответ. Можно я запомню? Я буду говорить. Ну, а что? У нас, конечно, есть моменты, когда только начиналось, что касается российского виноделия, многие вина, ликерные опять-таки, перевозились именно в категорию винные напитки, крепленные, я про крепленные вина говорю. И они перевозились в винные напитки. Я считаю, что это не очень хорошая тема была, правильная. Но потом начали исправлять эту историю. И мы видим, хотя бы во всяком случае видим, что эти вина называются уже как специальные вина. Там категория появилась и так далее. То есть, но винные напитки назвать достаточно сложно. Винный напиток, на мой взгляд, это то, что продается в огромных количествах с ароматизаторами, практически там вот эти вот всякие... Не хотелось бы называть, но я скажу, Санта-Стефания, Боска там и прочие вот это вот винные напитки. А так... Кстати, на самом деле, это очень интересная тема, Елена Ефимович. Я считаю, что надо будет на это очень обратить внимание, потому что... Так, а мы же, я же говорю, сейчас на эту тему будет исследование. У меня есть... Знаешь, за пять лет в Роскачестве у меня выработалась четкая привычка, если мы чего-то не исследовали, то некорректно выражать на эту тему свое мнение. Поэтому я сижу молчу про винные напитки, потому что пока нет результатов. Как будут, смогу комментировать с удовольствием. Илья Ефимович, много интересного, конечно, можно говорить про вино, но все-таки меня не оставляет. У меня впечатление было от того исследования по поводу дисков автомобильных. Я как бы хочу вот немножко отойти в сторону по поводу исследований. Там, я знаю, было огромное количество людей, посещаемость была сумасшедшая. Люди с большим, невероятным интересом наблюдали за исследованием. Скажи, пожалуйста, в результате что выявили, в конце концов? То есть буквально, кратко совсем. Кратко выявили следующее, что если... Ну... Так, в процессе работы мы выявили, что есть некоторые диски, как и в других категориях, но в этой категории, поскольку это такая очень жизненно важная категория, если у тебя диск сложится на скорости, ты же понимаешь, что будет. Поэтому выявили, что некоторые сертификаты соответствия были, скажем так, не совсем честным путем получены. И сам товар испытывался. Раз он не испытывался, то мы фактически подвергаем опасности собственную жизнь, используя такой вот товар. Поэтому наши коллеги из Росаккредитации провели очень серьезную работу по результатам, и некоторые лаборатории, и некоторые органы по сертификации пострадали, скажем так. Вот. Но исследования мы опубликовали, там товары все есть, можно на сайте посмотреть. Диски не дамские шапочки, помнуться не расправишь. Молодец, Саша. Это правда. Это правда. Я просто вижу огромное количество вот этих вот понток, да, очень красивые диски вроде бы, и ребята там хвастаются, я купил там недорого и прочее, и в результате вот после этого исследования оказалось, что огромное количество дисков, они просто, ну, очень опасны. У нас есть по каждому исследованию, по каждой товарной категории целый набор публикаций, которые проходят под общей темой, как выбрать. Вот я советую по каждой категории, которую мы исследовали, смотреть на портале Роскачество, это займет буквально несколько минут, но может серьезно сэкономить и деньги, а в некоторых случаях и это вопрос безопасности, как выбирать диски, как выбирать любой другой, по сути, любой другой товар, который мы используем. Наша задача, собственно, рассказать обо всех категориях в этом смысле. На что ориентируется Роскачество в оценке российского виноделия, опыт европейских производителей учитывается? Да, конечно, мы, естественно, смотрим то, что называется каноны исследований, мы в своем регламенте опираемся на регламент Международной ассоциации винограда и вина ОАИВИ. И, собственно, это первая часть. И вторая часть – это стандарты, как российские и международные, потому что, с нашей точки зрения, одно из самых важных в любом исследовании Роскачества – это четкие, понятные критерии, стандарты и требования к товарам. А также нам очень важен процесс исследования, и поэтому весь процесс исследования регламентирован и структурирован в соответствии со стандартами и с регламентами ОАИВИ. У меня тогда к тебе вопрос. Какой из вопросов тебе больше всего понравился? Можно два? Как ни странно, про охват. Это просто первый раз человек реально спросил, сказал «не верю», типа «как обоснуй?» Вот я обосновал, поэтому с удовольствием хочу подарить печатный гид. И я должен сказать, что меня всегда очень радуют вопросы, типа «мы не верим, как же так?» Потому что из тех, кто не верит… Проблема же в чем? Проблема неверия заключается всегда в недоставке информации. И практически 100%, если человек адекватный и говорит «не верю», мы всегда терпеливо и детально объясняем. И, как правило, из таких людей получаются самые преданные адепты качества в итоге. Не Роскачество, а качество. Это важно. Так что мне очень приятно было услышать в том числе такой вопрос. Это очень круто. Это Михаил Штырлин, его знают очень многие. Огромное спасибо, дорогой Илья, за то, что ты есть. Очень всегда приятно с тобой работать. И, конечно же, хочется развивать эту тему. К сожалению, этот коронавирус, он помешал, некоторые планы немножко разбил. Но в любом случае, мы все это дело сделаем. И однозначно, дай Бог здоровья, берегите себя. И всегда рады. Да, Артур, спасибо тебе огромное. Я очень рад, что мы с тобой работаем в одной команде. Я очень уважаю тебя и твоих коллег, и профессионализм. И очень ценю вот эту вот любовь к хорошему вину. Потому что я уверен, что мы всем ее привьем. Все будут с удовольствием пить качественное российское вино. Спасибо большое. Делаем вместе и идем вперед. Спасибо большое всем. Спасибо. Большое спасибо за то, что были с нами вместе. Ура. Спасибо, Артур.